всем доброго здравия в прошлых выпусках мы уже рассказали как мы купили старый деревенский дом и принялись за его реставрацию сегодня наша работа будет направлена на смену окон окна в доме были деревянные мы захотели их немного поднять так как они посажены слишком низко и сделать их побольше потому что через такие маленькие окна попадает мало цвета и в доме темно в процессе демонтажа нас стали мучить сомнения по поводу правильности этого решения так как обсада была довольно крепкая низ прогнил только у двух окон находящихся на западной стороне дома с южной стороны обсада была в прекрасном состоянии но поскольку окна были заказаны мы продолжили работать в этом направлении самое первое окно на видео я демонтировал с помощью бензопилы так как не знал что можно обойтись и без нее начиная со второго окна мы демонтировали более аккуратно сохранив обсаду в дальнейшем я уверен она нам пригодится я говорю сейчас здесь включим на всю катушку маслина магомаева чтобы бабушки сразу поняли что здесь какая золотая скажет какая золотая молодежка пришла приехала и прекрасные песни слушают не то что там какого-то маргерштерна муслима гомаев вот это я понимаешь луч солнца золотого зимы скрыла пелена и и между нами слов вдруг выросла стена а а а здесь расскажу как демонтировать окна без бензопилы снимаем старые окна при помощи монтажки снимая верхние наличники мы увидим качественно забитый мох нашими дедами вообще качеством подгонки данной обсады можно уделить целый выпуск подгонка выполнена на 1000 процентов поэтому становилось жалко это все ломать далее выковыриваем мох я использовал для этого монтажку поднимаем верхнюю часть обсады снимаем ее далее все легко и просто разбирается так как выполнена обсада по технологии без единого гвоздя а вот так выглядит сейчас стены после снятия обоев скоро будем заниматься их шлифовкой ну и конечно же не забываем про отчаянным уютные церемонии между работой и 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 Ну а без перекуры-то вообще никак нельзя. Чай удалили? Как не налили? Чай не налили? А что, баню-то затопили? Никак, нет-с! Как? Не затопили? Так весь пляшет. Что пляшет? Тимоню! Тимоню! Тимоня! 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 Тимоню! Тимоню! Тимонюшка! Вот как пострадали временем эти два бревна. Больше всех пострадало окно, которое посередине. Прежде чем начать поднимать окна, очистим и пропитаем льняным маслом подгнившие бревна. Для поднятия уровня окон мы использовали деревянный брус 200 на 250 мм. Отбивали уровень с помощью лазерного и пузырькового уровня. В самом брусе вырезали пазы для вставки в шип. Брус сажали на монтажную пену. Установлены вот такие вот подоконники. Но это не подоконники, это опора подоконника. Вырезали в паз прям временем. Сейчас будем пенить их. Вот пришлось сесть за пистолетом, за пену. Вчера приобрел еще вот такую вот пену. Буду пробовать. Купил я ее за 250 рублей за баллон. 2023 год, это хорошая цена. Проверим. Здесь я с помощью лазерного уровня бензопилы и противогаза подрезаю верх у бревен. Это вот почистили комнату. Немножечко привели в порядок. Из этой комнаты мы собираемся сделать ванную и тамбур. То есть будем делить эту комнату на две части. Перед началом установки новых окон, долго думали, делать ли новую обсаду или нет. Но поскольку срубу 60 лет, все глобальные движения он уже совершил, мы решили устанавливать без обсады. Оставив расстояние на пену по бокам 25-30 мм, сверху 40 мм. Правильное решение или нет, покажет время. Лично я думаю, что ничего критичного не случится. С внутренней и наружной стороны останется сделать наличники. Этим мы займемся далее при покраске фасада дома. Контроль уровня. Идеально. Вот и подходит к концу эта серьезная работа. Осталось одно окно, но его мы установим после поднятия и утепления летней веранды. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как было лучше, со старыми или новыми окнами. Ну что, друзья, под ароматный ван-чай мы с удовольствием читаем ваши комментарии. И радуемся, что вам нравится это видео. Субтитры сделал DimaTorzky. Продолжение следует...